Всем привет! Затменный период продолжает нас снабжать новостями, и на этот раз сенсационная новость для многих, что прямо над Кремлем было взорвано два беспилотника с интервалом 16 минут. Но давайте подумаем, насколько это неожиданно. Кстати говоря, в своем майском прогнозе я в конце вставляю видео о, скажем так, нежданчиках в воздухе. Посмотрите, кстати говоря, очень интересно. Но это не главное. Главное то, что я еще до начала СВО снимал видео, где рассказывал, что в России большое количество сотрудников СБУ, диверсионные есть группы, есть склады с оружием и взрывчаткой. И, конечно же, во время СВО я многократно делал на этом акцент, что будьте аккуратны, потому что на территории России будут производиться атаки на электропостанции, на нефтебазы, конечно же, на военные объекты и железнодорожную инфраструктуру. И давайте посмотрим на новости последних дней. Взорвано, как я понимаю, три нефтебазы на юге России. Под Брянском пущен поезд под откос. В Ленинградской области взорван ОЭП, ну и вот этот случай с Москвой. Он меня, честно говоря, меньше других впечатлил. Почему? Потому что в Кремле работают не самые простые люди. Люди по долгу службы, скажем так, имеют определенные, скажем так, риски. А вот гражданские – это другая история. И вот есть случаи за последние недели, когда в ТУ России погибли гражданские. И я в своих предыдущих видео давал рекомендации, которые сейчас снова-таки напомню вам, что не приближайтесь к нефтебазам, электроподстанциям, ОЭП. То есть, когда вы гуляете в лесу, да, не надо ходить вдоль вот этих столбов с электропроводами, потому что там неожиданно могут появиться какие-то люди, которые, как свидетели, вас могут захотеть устранить. Конечно же, это ничтожная вероятность, прям ничтожная. Но все-таки она есть. И если вы не ходите по грибы с оружием, бронежилете, вас таких человек девять вместе, то не рекомендую все-таки так делать. Ну вот на всякий пожарный. Также, конечно же, история с железными дорогами и так далее. Сейчас надо быть на чеку, особенно если вы живете от западной границы до Самары. Вот это такая большая зона опасности. Поэтому берегите себя, мы живем в такое время, и это надо понимать. К сожалению, почему-то я об этом обычно говорю, то есть ни какие-то военные эксперты, ни политологи, хотя ситуация еще до СВО было во многом очевидна. Уж во время СВО тем более. Но об этом почти никто не говорит, никаких особо никому предупреждений не дает. И я считаю, что это очень неверно. Пытаюсь хоть какую-то принести в лету. Кстати говоря, если считаете, что канал полезный, можете там сделать небольшое пожертвование. Есть там реквизиты карточки. Ну вот так вот. Берегите себя в это непростое время. Всем счастливо. Берегите себя в это непростое время. Доберяйте звезды, бойся на пейсе. Полевое солнце, берега и грейся. Доберяйте звезды, бойся на пейсе. Доберяйте звезды, бойся на пейсе.